Лето для всех аграриев – самое важное время года. Они успели завершить весенний сев, как надо выходить на подкормку и уборку кормовых культур. День поля – отличная возможность немного передохнуть от рабочих будней. Мы подводим итоги проведения весенних полевых работ и, безусловно, будем отмечать особо выдающиеся хозяйству, муниципальное образование, которое выполнили все планы, поставленные перед собой. Отметим семейные династии в сельском хозяйстве. Программа дня насыщенная. Это не только выставка научных достижений и техники, но и деловые встречи. В том числе обмен опытом и подписание соглашений о сотрудничестве. К примеру, теперь ульяновские аграрии смогут приобрести технику со скидкой. Соглашение Министерства агропромышленного комплекса заключило с компаниями «Россельмаш», «Наир» и «Волга-Агромаш». На главной сцене гостей развлекали творческие коллективы со всего региона. С праздником фермеров поздравил губернатор Алексей Русских. Он же вручил грамоты и благодарственные письма особо отличившимся в весенне-полевых работах. Желаю всем нам с вами хорошей погоды, высоких урожаев и справедливых цен на сельхозпродукцию. Ну и, конечно, от всего сердца желаю вам здоровья, тепла, благополучия вам и вашим близким. Также выбрали лучшие хозяйства и муниципалитеты по итогам весеннего сева. Отметили и трудовые династии, которые много лет работают на благо Ульяновской области. За достижение высоких показателей урожайности был награжден глава крестьянско-фермерского хозяйства из Тагая Алексей Козлов. Он и его коллеги со дня на день выйдут на уборочную. На сегодняшний день мы абсолютно готовы. Ждем, когда можно будет выйти в поле. Ждем созревания зерна. Думаю, что к началу следующей недели массово выйдем на уборку. Уже сейчас наши южные районы приступили частично. На днях опять все больше и больше хозяйств будут убирать. Но наш район где-то в начале следующей недели. День поля – это отличная возможность для ульяновцев посмотреть, чем живет сельское хозяйство сегодня. Для самых маленьких гостей работали батуты и контактный зоопарк. Дети постарше могли посидеть за рулем современных комбайнов и покататься на лошадях. А взрослые – угоститься натуральной продукцией от ульяновских умельцев. Кооператив «Возрождение» – постоянный участник Дня поля. Для гостей они привезли самые разнообразные сыры. Выдержанные, мягкие с плесенью и джемы к ним. Но главной фишкой производителей остаются сыры из козьего молока. Поэтому делаем уже сусанинские, советские, симбирские сыры. Это такие сыры, которые с небольшой себестоимостью, с цельного козьего молока, но с менее выдержанными. Поэтому и цена на них тоже складывается уже дешевле. Если уже более выдержанные сыры, то они уже, соответственно, у нас идут от года и еще старше. Мы их даже уже называем некоторые старенькие. Также внимание ульяновцев привлекли мармелад и морс из облепихи. Все натуральное и без сахара. В качестве подсластителя используют стевию. Но при этом она имеет гликемический нулевой индекс. И таким образом не всасывается и при этом дает сладость. И ее почему не везде, повсеместно не используют? Потому что она горчит. Но за счет того, что облепиха имеет более яркий выраженный вкус, она эту горчинку как бы вскрадывает. И ты пьешь сладкий классный морс. И при этом вообще он абсолютно полезный. Нет никаких вредных веществ, даже сахара. На День поля регулярно приезжают и садовые товарищества. Дачники представили овощи, фрукты, ягоды нового урожая, а также цветы. А попробовать национальные угощения можно было на площадках муниципальных образований. Анна Тищенко, Уллправда, ТВ Продолжение следует... Продолжение следует...